В Лобнии принято помогать тем, кто попал в беду. Этому взрослые учат и своих детей. В подмосковной акции «Доброе дело» учащиеся лобнинских школ, их родители и педагоги приняли самое активное участие, собрав несколько тонн гуманитарного груза. Подробности в репортаже. Из городских школ собранные вещи привезли в помещение, предоставленное благотворительным фондом «Обелиск». Отсюда их транспортируют на общий склад в Домодедово, куда поступает гуманитарка со всего Подмосковья. Помочь загрузить коробки в фуру вместе с рабочими пришли и волонтеры Подмосковья. У ребят не принято оставаться в стороне, особенно в сложные моменты. Мы сначала эти продукты все собирали со школ. Мы тоже здесь с ребятами-волонтерами работали на этом пункте и привезли продукты сюда. А сейчас их грузим на фуру. В многочисленных коробках продукты питания, средства гигиены, школьные принадлежности, игрушки, вода. А это больше шести тонн гуманитарного груза. В пункт сбора приехал и глава города Евгений Боришевский. Оценив объем работы, он поучаствовал и в погрузке. Люди идут, каждый посильно вносит вклад. Кто-то несет сумки из магазина, кто-то коробки заготовил. Думаю, что до тех пор, пока у нас действуют эти пункты, мы будем эту помощь оказывать. За два месяца из Лобни в общий пункт отправлено уже около 50 тонн гуманитарного груза. На складе в Домодедово его сортируют и огромными камазами везут в Донецкую и Луганскую республики, где раздают мирным жителям и воинам на передовой. Помимо этого, помощь оказывают и там, где она нужнее всего – в госпиталях. Туда лобнинцы отправили медикаменты и абсорбирующее белье. И это пришло точечно. Мы отправили это напрямую через наших друзей, через наших знакомых, тех, кто там воевал, тот, кто имеет право туда заездом. Мы отправили туда на машинах, они нам прислали видео, что все это пришло конкретно. Сбор гуманитарной помощи для раненых продолжается. Центральный пункт находится по адресу микрорайон Депо, улица Московская, дом 1А. При первой возможности собранную помощь отправят на Донбасс. Наталья Жукова, Сергей Мельников, Денис Рокин, телекомпания Лобня.